приветствую вас мои друзья и гости канала и на данном этапе данном видео наверное хотел бы поговорить на такую тему на тему сколько же в сочи можно зарабатывать и сколько в сочи можно тратить и какая сумма в сочи нужна для того чтобы можно было здесь прожить и так давайте разберем сразу прям по порядку первое что у нас касается у нас в сочи можно не только жить да но можно еще и зарабатывать никому не секрет здесь у нас много вакансий продавцов много вакансий у нас те же самых водителей можно работать и в такси при желании хоть где угодно но работать можно другое дело что многие из вас размышляют тогда за эти деньги да таксистом до фотографов чтобы я работал да никогда в жизни такие люди тоже есть соответственно и те люди которые работают те люди которые не работают нас есть определенный бюджет на котором можно прожить сочи есть например вы приехали нас в сочи до снимаете у нас жилье и решились все-таки брать и жить в этом прекрасном городе сочи то затраты на жилье у вас будет составлять ну минимум это 20 тысяч рублей в месяц а точнее 22 23 тысячи поэтому соответственно уберем сразу эту сумму фиксируем где-то в голове и следующая сумма да это у нас на содержание есть к примеру вы приехали сюда на автомобиле автомобиль здесь моечка обходится 500 рублей если у вас седан 600 рублей если у вас паркетник мойка хорошая сразу говорю если например смотреть по поводу стоянки стоянки в центре сочи обходится 100 рублей 200 рублей 300 рублей 400 рублей в зависимости на какую сроку это поставили можно попробовать и бесплатно поставить машину но как правило бывает эвакуатор забирает дальше у нас идет еда да многие у нас работают на еду и за еду и и да конечно же здесь по цене будет такая же в вашем родном городе у нас есть такие большие магазины как магнит гипермаркет есть у нас окей есть у нас карусель и там можно покупать продукты недорого то же самое что и продукты в вашем родном городе если кто-то говорит что есть продукты дороже это просто те туристы которые приезжали сюда и на набережные покупали у нас в три дорого продукты такие тоже магазины есть а если например раз в неделю брать и затовариваться например как мы сейчас делаем затовариваться непосредственно в гипермаркетах то цена будет гораздо дешевле дальше да сколько же уходит на продукты но если готовить себе дома самому если вот хватит на продукты то я думаю можно прожить спокойно на двоих на 15 тысяч рублей можно можно на еду спокойно потратить и можно жить не голодать если же конечно вы выбираете еду столовой кафе в ресторане то кафе и рестораны у нас начинается минимальная цена за который можно поесть например таких вот у нас в столовых как сели поели за 200 рублей за 220 рублей на одного да если например вы откажетесь от мяса и будете кушать только у нас есть точнее да неправильно называю я бы есть подписчик который периодически не набирает или так по-доброму максим так вот такого выражения нет поэтому давайте можно спокойно сходить столовой и на одного человека уйдет примерно 200 рублей было то время когда я сидел у нас на так скажем на дети соблюдал пост немножко разные вещи у меня в день уходила по 120 по 130 рублей на еду вот такая арифметика ребят если же вам в столовой кушать не хочется на хочется по и покушать где-нибудь в хорошем культурном месте все да чуть получше кафешка все то на одного человека примерно 800 900 рублей это заразовый прием пищи если вдруг вам все-таки хочется кушать в ресторанах до морепродукты использовать или просто примерно на одного человека обходится в 3000 рублей это рестораны хмели сунели это у нас байхана и так далее вот там реально вкусно кормит вы знаете что вас не отравит цена будет именно такая что касается у нас одежда одежда такая же как в вашем родном городе есть цены дороже есть цены дешевле было время когда я одевался и на 5000 рублей это пиджак до брюки рубашка носки в конце концов все входило а были были времена когда покупал рубашки по 18 тысяч рублей по 20 и пиджаки по 70 тысяч поэтому здесь такой очень резкий какой-то контраст можно совсем дешево можно совсем дорого это это можно здесь реализовать что касается нас гсм на гсм нужно потратить будет вам если вы на 95 бензина это 43 рубля 46 рубля за литр если вы на девяносто втором это около 40 рублей и если вы на солярке да если у вас дизельная машина то примерно 41 рубль вам нужно потратить на один литр много это или мало конечно в ворске дешевле и во многих городах когда сюда ехал но здесь цены такие что касается обслуживания обслуживание регламент обслуживания примерно одинаковый что вашем родном городе что вот здесь но одинаково примерно поэтому не могу вам ничего сказать ну в итоге я могу сказать что минимальная сумма которая у вас должна быть запланирована если вы приезжаете и квартира вас съемная это 50 тысяч рублей меньше пятидесяти тысяч рублей здесь делать нечего если вы вдруг приезжаете и решаетесь все-таки взять долгосрочный долгосрочно здесь жить то имейте ввиду что у вас минимальная сумма должна быть это за два месяца проживания это значит 100 тысяч рублей и плюс еще 20 тысяч рублей бонусом сверху должен быть это последний хип за последний месяц до будет вас авансовый платеж на тот случай если вы вдруг взяли и решили там через месяц с квартиры съехать то у вас по договору эта сумма залоговая остается у арендодателя вот такая от ребят арифметика если кто-то у нас на машине своей не захочет ехать захочет ехать на автобусе проезд стоит 22 рубля в день можно спокойно наездить примерно 100 рублей отсюда тоже арифметика 100 умножаем с вами на 30 дней и в итоге получается 3000 рублей у нас уходит только на транспорт да потому что вам придется если хотите сэкономить домой передверяться покушать поесть и так далее что касается у нас цены на алкоголь алкоголь я не знаю знаю что бутылка пива вроде стоит в обычном магазине 50 рублей вино начинается 200 рублей водка не знаю скольки начинается не интересовался тогда по поводу такси такси минимальный проезд у нас составляет 50 рублей соответственно может ехать может не ехать это ваша сугубо личная точка зрения и ваше желание целом такси не такое дорогое просто иногда бывает у нас час пики где у нас цена сразу же повышается поэтому имейте ввиду ну лично я бы если не работал барьер я лучше передвигался в такси но я серьезно говорю я считал это обходится гораздо дешевле что касается страховок автомобильных примерно цена одинаковая что и с орском если например мы будем с вами брать например тоже самый детский сад на если кому-то нужен то детский садик у нас еще обходится плюсом в 13 тысяч рублей на одного человека это если вы ходите коммерческий детский сад к примеру есть у нас в районе который называется сейчас скажу в районе в ровзан зальном районе в пожилом комплексе уйти на дом там есть детский садик но если вдруг вы бесплатно детский садик как-то ребенка устроить это это примерно шесть тысяч рублей нужно будет отдавать ну в два раза получается дешевле 13 6 до разница ощутимая ну в целом все ну конечно же если у вас еще ребенок нужно брать и рассчитывать что ребенку тоже придется передвигаться поэтому если вы вдруг приезжаете если вы один но максимум вас двое если два человека то это минимально которую сумму у вас уходит за месяц это примерно 60 тысяч рублей может быть некоторые из вас могут жить гораздо дешевле но пока вот из всех моих знакомых они все говорят то же самое это вот минимум на котором сочи если же у вас здесь своя квартира то можно в сочи спокойно прожить на 35 тысяч рублей в месяц да с учетом того что вы будете у нас сыты и довольны и одежду вас будет ну 35 тысяч рублей дешевле я думаю вряд ли получится теперь что касается работы а вот работа здесь есть разные есть работа у нас и за 25 тысяч рублей да если работать управляющей компании при доме давно можно зарабатывать здесь и 500 тысяч рублей и миллион рублей можно зарабатывать в зависимости от того кем вы работаете на кого учились и кем вы прям желаете работать что касается учителей учителя как всегда обычная ставка есть у нас краснодарские коэффициенты повышающие ну опять же я могу вам привести пример если учитель здесь будет работать на две ставки на одну ставку на пол ставки как это модно учителей ну реально модно учителей я знаю я учителем работал если у вас хотя бы 36 часов в неделю есть то соответственно у вас зарплата в 25 тысяч рублей обеспечена но 36 часов в неделю это в каждый день работать по полдня если же вы еще возьмете там какие-то факультативы возьмете дополнительные занятия до репетиторства то примерно час здесь обходится от 600 до 1000 рублей час репетиторства поэтому тоже можете взять почитать сколько вы можете заработать что касается у нас другой сферы да вот если например брать вот если сейчас подстригся на на донской такая подстрижка стоит здесь 500 рублей но можно например от донской проехать в центр сочи и там подстрижься за две с половиной тысяч рублей будет такая же прическа такой же будет мастер все зависит от того где вы выбираете я выбрал за 500 рублей не потому что это нищеброд и мне там деньги жалко было нет потому что на донской я взял подъехал отдал за парковку 100 рублей спокойно постригли а в сочи я не мог припарковаться три круга сделал и так и не смог подъехать в нужное место где я хотел бы отдать свою свою волшу на растерзание поэтому ребят примерно так если кто-то спросит там какие зарплаты у нас там полицейские полицейских такие зарплаты как и ваших родных городах это там 50 тысяч рублей 60 тысяч рублей также как и везде да если вдруг вас интересует сколько работают у нас и зарабатывать сбербанке это у нас 50 тысяч рублей там кто-то сейчас скажет максим там они 25 тысяч рублей зарабатывать до 25 тысяч рублей зарабатывать девочка которая на стажерка которая с вами здоровается и показывает куда вам пальцем так мы чтобы чтобы получить такие люди да все остальные просто у нас есть кредитные специалисты я с ней общаюсь и она мне озвучивает на ипотечную них зарплата еще побольше у них где-то получается 60 ну плюс еще премия а те которые работают на процесс на кассе у них от 40 тысяч рублей и выше но не будем с вами ориентироваться на худших сотрудников будем ориентироваться на лучших вы же приезжаете вы же лучше правильно зачем нам на худших ориентироваться что касается работы риэлтором риэлтором работа может быть первые 2-3 месяца неблагодарная в том плане что много придется катать изучать и все это будет без толка но потом если вы все-таки грамотно построить свою работу вы будете зарабатывать и никто не скажет что в эту не яиц никто не скажет что вы не хороший человек ну за исключение тех которые будет вам люди завидовать и в целом примерно так что касается у нас развлечения а вот развлечение это отдельная каста про развлечение я вам с ней сниму другое видео но там уже затраты